прошу мадам благодарю вас мужчина да что вы это такая мелочь что у мелочи мелочи но редко встретишь настоящего джентльмен ну а как как я мог вас оставить одну на трассе такую красивую симпатичную девушку в общем в общем телефон мой у вас есть так что звоните мне в любую минуту я всегда готов нарушаем что я нарушаю я ничего не нарушаю все так говорят сейчас узнаем жанна докладывай ну значит он ехал превысил два раза скорость подрезал фуру потом ехал без рук типа выпендривался и дал конце порулить вы же меня сами попросили а это неважно выводитель я молодец все как я учил продолжай потом он дрифтовал на трассе потому что я сказал что мне нравится фильм форсаж сама придумала умничка а потом а ехал не пристегнутый и пил за наше знакомство отличная работа все как договаривались меня пятнадцать процентов ах ты ж ах ты ж такое ох я тебя устрою вы так спокойно мужчина это я вам сейчас устрою тут добавлю штрафа за оскорбление при исполнении это вон она исполняет ох исполняет ну все мальчики я пошла к себе на точку ой да не же далеко иваныч дай свою служебную машинку ты с ума сошла какую служебную машину ее же за километр видно кто тебя подберет вообще а вот сейчас и он тебя и подкинет и мы на форуме поедете да ну все пупсик жду тебя в машине и тебе ну что будем штраф оплачивать или договоримся давайте наверно договоримся я воды не продам розовый слон приходит в полночь что говорю розовый слон приходит в полночь я рад заслана игру слон розовый приходит в полночь а я я кажется понял вам нужно а лекарство чтобы слон ушел послушайте это 34 аптека да это 34 аптека они зоопарк и не психушка черт с ним с паролем именем резидента отдайте мне груз и я уйду слышь ты придурок иди проспись а то наверно с похмелья у тебя что-то кто много шумит тот мало продает что случилось что случилось вот дмитрий леонидович пришел какой-то больной и не будем называть имя не нужно ничего простить пожалуйста новый сотрудник розовый слон приходит в полночь вот красный бегемот натянул сапожки а ему мы можем доверять нет но вы же знаете деньги решают все я вас понял запрошу дополнительное финансирование вы нигде не наследили понять я бахил их какие-то меры предосторожности принимали антисептики маски активированный уголь где груз груз здесь вот здесь запасом ваши запасы очень сильно греют наши карманы ну тогда до встречи всего доброго один дела это что было это выторг нашей аптеки за месяц послушайте ну я же не виноват что он сам себя считает секретным агентом и каждый месяц приходит и покупает оскорбинки и что интересно платит за это долларами так это может быть настоящий шпион нужно звонить в сбу серьезно и что же мы получим грамот нет уж лучше будем сами так сказать громить иностранную разлетку путем выманивания у них финансирование это позволит отблагодарить наших преданных садовчиков держите вот ходить подержали и но как-то легче стало это было круто так и запишем понравилось что твой муж вообще-то он должен был быть на работе а я всегда на работе лучший работник месяца хотелось бы чтобы вы оценили предоставленные вам услуги по шкале от 1 до 10 смысле 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 мы хотим чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно поэтому мы хотим узнать как вам понравилось от 1 до 10 где один это а 10 это тогда 6 6 ну да но не так и запишем 6 вы хотели бы оформить месячную подписку под простите что но послушайте вы же пользуетесь услугами уже месяц правильно да кстати сегодня ровно месяц как мы с яночкой познакомились ну вот месяц так сказать пробный истек поэтому я предлагаю вам оформить подписку всего лишь за тысячу долларов что не продаешь не продаю улучшаю услуги вообще это моя работа продавать я менеджер по продажам между прочим я прошу прощения узнаете тысячу долларов как-то дороговато смысле дороговато то есть бесплатно ему нормально от 1000 ему дорого так давайте не будем ссориться тем более у нас сегодня акция вы можете оформить годовую подписку всего лишь за пять тысяч долларов но как как пять тысяч долларов подождите я же я же могу лучше но я согласен на годовую подписку давайте вот здесь вот пожалуйста еще в договорчике подпись поставить его без сголочку пожалуйста вот возьмите да да держите держите отлично вам огромное затем приятно иметь с вами дел вы настолько вот чутко относитесь к клиентам прекрасно это моя работа это моя работа всего счастлива удачи говорю всего доброго я немножко буду в четверг до свидания отлично я еще зайду по писю да конечно да это входит в услуги саша что ты что меня продаешь я не тебя продаю я продаю услугу это моя работа саша подожди но это же мой любовник ты же должен был его убить в конце концов послушаем зачем это делать вот зачем я знаю что я уезжаю на год в командировку еще я знаю что у тебя есть любовник и что тут целый год ты с ним будешь кувыркаться почему бы мне на этом просто не заработать хорошо тогда 50 процентов моих они не не какие 50 точно спасибо спасибо что напомнила забыл же ему сказать что есть еще одна акция приведи друга и получи месяц бесплатно подождите секундочку да что-то его давненько нет здравствуйте 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 михалыч мы от лица нашего коллектива завуч по воспитательной и учебной работе радовалась приветствовать как нового директора наши прекрасные школы да мы специально пригласили вас так сказать кабинет кстати хочу сразу сказать что я ненавижу в школе всякие сабантуи мы тоже к этому отрицательно относимся поэтому и позвали вас чтобы вы увидели этот беспредел это трудовик наш понимаете ли слушай перестал стесняться уже и учителей и детей вообще никого не стесняться вот посмотрите каждый день вот такая вот поляна у вас в кабинете я понял надо будет с ним поговорить и поговорить поговорить всем потому что мы это пробовали говорить не просто разговаривать с человеком который чуть что сразу за нож хватается да ну а мы то мы это знаем что вы педагог со стажем можете поговорить не только с детьми но и со взрослым человеком у которого в руках нож с лезвием 15 и ничего что он пьяный да я конечно обязательно с ним проведу беседу конец лучше даже не одну в остальном все в порядке у нас да конечно что наша школа это пример гордость да все великолеп повариха правда что повариха ну что повариха что повариха ну вы знаете у нас такое ощущение что она готовит не детям а собака да как это у него прям на кастрюле так и написано для собак здесь нравится по три по четыре класса в день вот просто ужасно а медпункт работает вот здесь вот здесь медпункт это вот просто ну вот знаете вот открываешь заходишь и гордость переполняет медсестра правда там вот что медсестра она у него два диагноза всего либо голова болит либо температура высокая но вы знаете у нее такое рвение вот несмотря на ее 94 года она просто хочет всех вылечить да она она вот при помощи градусника и парацетамола лечит любые болезни да рвение у него да а с другой стороны о чем переживать то правильные дети у нас и не болеют ну да и более это как болеть если ты так болен все больные здесь полностью причем надо все дети болеют поголовно да ну кого живот у кого нога у кого руки но в основном конечно это да да мякушка в голове ну вот вчера например вот зюба да взял закрылся в теплице орал томатом мы вызвали милицию хотели вытащить его оттуда нет ни в какую он говорит пока не высушу не выйду лучше он там шутку сушит ну что а вот этот штеплацкий артем 6 в класс представляете учительницу литературы довел до истерики встал прямо так посреди урока в лицо так и ей и и сказал вот так вот ты никогда не выйдешь замуж а это между прочим и его мать и не накажешь литературное слово олеги у меня же еще мне же еще одну должность предлагали в в район а вот как как раз сегодня собеседование я наверное я схожу даже сейчас турбовик буквально через пять минут конечно и авариха уже столовой накрыла вам спасибо я наверно пойду я вот там там будете выходить там возле прям возле порога школы валяется бабушка такая бабка бубониха поет техничка наша она чумой больная обходить ее хорошо вот видишь восьмой месяц без директора ничего как-то справляемся справляемся но будем давай да творче разгорла давай шалом любезный кошелек часы и телефон выше бы без звука я прошу прощения но совсем без звука может не получится потому что у востребованного человека всегда звонит телефон что сильно умный то шоу такое говорите ой говорила моя тетя фима если вы все были умными кто бы покупал у меня рыбу на привозе так рыба зарить все все извините и извините я понимаю вы спешите так в часике телефон и что вы просили кошелек кошелек это вам и это тоже вам давид маркович цукерман адвокат да это я не скажу что мне очень приятно с вами знакомиться знаете и не противно таки точно зачем нам это ну молодые люди вас рано или поздно поймают это факт а грабежи это как раз мой профиль и я вам в этом деле очень-очень пригожусь потому что у вас если честно уже есть нюансы ну смотрите вас двое а это уже не простое ограбление это бандитизм статья в 258 до 15 лет представляется вы посмотрите на себя молодой человек вы такой большой сильный неужели вы не могли справиться со мной в одиночку ну конечно бы смогли но это уже была бы совершенно другая статья сто восемьдесят девять до пяти лет пять и пятнадцать есть разница погоди папаша на перетереть тереть тереть учетерить там вонят вообще да чем президент что ли обманывать нас 15 лет это только для депутата хороший срок че тут сейчас колону потом поделимся подожди на лавке лады я тут на стреме я смотрю мои слова таки вы достигли органов где у вас думают хорошо продолжим потому что есть нюансы смысле смысле у вас руках пистолет а ношение огнестрельного оружия это до семи вы не хотите еще семь быстро сдавайте быстро сдали оружие и все все это такое ощущение что у вас его не было ну шо как говорил моисей когда вел евреев по пустыне идем дальше дальше молодой человек мой телефон и часы очень дорого стоят а это уже та же статья но только в особо крупных размеров оно вам надо до восьми лет давайте возвращается возвращается вот это правильное решение так но шо мы имеем на эту минуту у вас остался мой кошелек у меня на личности там максимум гривен двести остальное на картах карты я заблокирую и получается при удачном раскладе я вам сделаю условно условно? так уж и условно запомните молодой человек Давид Маркович за бесплатно пустых слов на ветер не бросает спасибо большое спасибо к делу не пришьешь с вас две тысячи за первую консультацию сколько? это ж грабеж да молодой человек многие называют мою профессию именно вот этим именем но если вам не надо условно то мне оно за двести гривен тоже не надо удачи погодите погодите у меня всего пятьсот ничего страшного завтра у меня в кабинете вернете всю сумму на второй консультации адрес на визитке удачи еще раз спасибо да что вы говорите я просто делаю свою работу да да чек о удваиваю да да здравствуйте здравствуйте ну вот решил воспользоваться новой реформированной медициной это очень правильно а то же раньше только таблетками напичкать пациента хотели да в России? ну это раньше было сейчас у нас новые реформированные методы ну и отлично доктор у меня живот болит поможете скажите вы декларацию семейным доктором заключили? нет так что же вы тут стоите идите заключайте все должно быть по правилам по закону да так по правилам сейчас аналоговое телевидение сокращенно 4 буквы аналог подходит так и так подходит вот доктор заполнил декларация ну прекрасно так сказать встали на путь к здоровой жизни но важно помнить что путь это долог и тернист нет о чем доктор у меня живот еще сильнее болеть начал тогда идем мы до вашего живота вы бумажную эту карточку завели? нет ну что ж такое ну давайте быстренько спускайтесь бегите в регистратуру а то там скоро обед и сделайте карточку вот делаешь да? вот делаешь для людей реформу они вот даже вот не понимают своего счастья не осознают не осознают а 4 ранен а 5 ранен а 6 ранен а 7 ранен да что такое? сказали у них там бланков нет а вы ходили в аптеку? нет пойдите в аптеку возьмите там бланк потом зайдете в регистратуру там его заполнят и потом к нам а живот? слушайте молодой человек ну живот подождет ну нужно все сделать по правилам по инструкции реформа в действии а 8 убит камень и ножницы в бумаге 1 2 3 ой вот заполнил карточку какой же вы молодец ну послушай ну это карточка для семейного доктора ой а вам какая надо для узконаправленных специалистов слушайте может без этого у меня уже рези в животе и вы может посмотрите ну какое посмотрите не может доктор посмотреть в ваш живот пока не увидит вашу карточку да и сделайте сразу электронную карточку чтоб два раза не бегать конечно это по программе здоровье в смартфоне здоровье должно быть в человеке смотрите конь может ходить буквы в конце партии еще не конец будем лечить а так а вы электронную карточку завели я пока я заводил мне сказали идти в регистратуру делать узконаправленную ну это сделали нет пока девушка на праве забыл про электронную да что ж вы забыли то ну ваши молодой человек живот болит они голова и что мы идите и делайте электронную карточку вам картотеку сейчас где-то было наверное в регистраторе забыл сейчас я принесу куда вы идете это же ну электронная карточка в интернете я вас поздравляю вы добрались до финиша ну как ваш живот живот уже не болит правда теперь ноги болят и голова раскалывается так что живут я уже наверно просто не чувствую о видите немного побегали все кишечник заработал новая медицина она за спорт наши новые методы может быть и еще что-то вас беспокоит спина болит но я наверно просто пойду в парке по утрам побегаю йогой позанимая всего хорошего до свидания не болейте да спасибо а еще говорят новая реформа не работа не работа не работа все работает